Купить ее не просто, акул на всех не хватает. Зазывающее объявление на популярном портале интернет-продаж. Правда, в данном случае как раз не продают, а сдают в аренду детскую игрушку, плюшевую рыбу, чтобы наиграться с ней, устроить фотосессию и сэкономить деньги. За два дня просят 700 рублей, если брать на неделю, будет скидка. В любом случае придется оставить залог и заплатить за курьера. Одним словом, все серьезно. Таким образом, помешательство на акуле, которому даже не несколько недель, а несколько месяцев, становится все изощреннее. У акулы, кстати, есть имя Блохей. При этом у производителя она стоит как неделя аренды. Но купить невозможно дефицит, в том числе и за тех, для кого эти рыбы стали золотыми. В Рунете десятки, если не сотни предложений от перекупщиков. Кто поскромнее, добавляет 600-700 рублей от цены магазина. Самые бойкие просят в два раза больше. Конкуренция большая. Ну а для самого бизнеса главное добыть товар. Так что дожидаются завоза, а потом советуют не бояться и готовиться отстаивать своих акул с помощью кулаков. Это рекомендация для спекулянтов от анонимного коллеги. Наталья Соловьева пыталась понять, почему клюет. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Но трудно поверить, что сейчас что-то приходится доставать. Ну достали. Вот это самая дефицитная игрушка этой осени. Мне дали буквально секунд на 30 под честное слово вернуть. Так что очень коротко ее ТТХ. Акула Блахей. Ровно 1 метр и 600 граммов плюшевой харизмы. Это вот не хищный оскала, настоящая улыбка Джоконды. У каждой рыбы она своя и все потому, что шьют игрушки вручную. Так что выражение лиц, иначе не скажешь, повторить невозможно. В маркетинге тоже существует такое понятие, как поцелуй Бога, когда дизайнера поцеловали в макушку, и он выдал на гора вот такой замечательный результат. Вот здесь, с точки зрения продуктового маркетинга, все было сделано на все 100%. Оцените слоганы продавцов. Акула для дружелюбного собеседника. Компаньон для вечерних застольей. И просто хайповый любимица для фото и видео в соцсетях. Ну иначе как продать со стопроцентной накруткой дешевую, в общем-то, игрушку. При этом поспорить с акулятами по количеству спекулятивных продаж сейчас могут разве что новые смартфоны. В сентябре они достигали наибольшей средней стоимости. То сейчас с ростом предложений цена на них стала более демократичной. То есть на конец октября на сайте было только 44 объявления с предложением акул. А то сейчас их уже 234. Купить на официальном сайте игрушку невозможно в гипермаркетах. Разве что предзаказа нет. Люди стоят в очереди за рыбой. При том, что выкладывают лов на прилавке почти каждое утро. Это время охоты на акулу. Ну что ж, стартап года бизнес на плюшевых акулах. Некоторые перекупщики смогли поднять до 200 тысяч рублей за месяц. Вопрос нескольких минут. Утром многие покупатели приходят в магазин целенаправленно за этой игрушкой. Многие покупают не по одной. И очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что игрушка исчезает буквально за 15 минут. Трёх год назад игрушку сняли с производства. Тогда поклонники написали петицию с требованием вернуть акулу домой. А на интернет-барахолках их стоимость подскочила до 100 долларов. Производство находится в Индонезии. Возобновили и, похоже, запустили настоящую пиар-компанию. Видна работа профессионалов. У акулы даже есть собственный аккаунт в Инстаграме. Запустили в сеть ряд комиксов. Например, запустили ряд мемов с этой акулой. Например, запустили ряд милых фото детей с этой акулой. И в конце концов закупили рекламу каких-то блогеров. Но в данном случае, наверное, скорее всего, пока на иностранном рынке. Но это, конечно, не объясняет феномен популярности обычной плюшевой игрушки не только среди детей, но и взрослых. Почему Рыбина собирает лаки и путешествует по миру больше заправского тревел-блогера? Сейчас у нас поколение так называемых кидалтов. Это взрослый ребенок, если переводить с английского языка. И вот этим поколению кидалтов очень важно получать что-нибудь такое вот родом из детства. Так что я не удивлюсь, что она будет там ездить на переднем сидении автомобиля. Это будет прикольно. Все хотим повеселиться, особенно в условиях, когда денег не хватает. А стоит она не очень дорого. Продавцы Акулят постепенно сворачивают свой бизнес. Маржинальность уже не та. После новогодних праздников ажиотажу и вовсе придет конец. Но, говорят, на подходе новый кумир. Меховое авокадо. Наталья Соловьева о золотых рыбах.